Коллеги, всем доброго вечера. Сегодня Кирилл Хорожий расскажет нам про результаты нашего проекта по применению машинного обучения к графам Келли и про последние достижения, которые мы достигли на кубике рубрика 3 на 3. Кирилл, большое спасибо, что, во-первых, ты получил большую часть этих результатов, а во-вторых, что ты согласился рассказывать. И начинай, пожалуйста. Спасибо тебе, Саша. Всем привет. Про основные результаты. У нас есть некоторый фиксированный тест от статьи 19-го года BigCube, предлагающий 1000 закрученных кубиков. Он получен в результате случайных закруток, который в среднем собирается, оптимальным алгоритмом, за 20.6 ходов. Затем в статье 19-го года у них был получен результат, по-моему, 21.5, и в статье 21-го года у них был получен результат 21.26. В статье 21-го года у них модель получен, время сборки. Ну, там понятно, что это специфично к железу и так далее, но статья 21-го года максимально близка к тому, что мы делаем. С отличием только на то, что у них было предсказание полюси, у нас value. Они для каждого состояния предсказывают распределение вероятности, какой ход лучше сделать. Мы по состоянию предсказываем, насколько далеко он находится от цели. Их результат мы можем получить на модели просто двухслойной полносвязанной MLP под весом в 3 миллиона параметров. И сейчас у нас на А100 это занимает 7 секунд. При размере луча, сам код посмотрим, который обсуждали, 2.18 тоже, как в статье, на которой получен результат. То есть тоже потребление памяти, но более легковесная модель. И вот сейчас у нас в раза в 4 это быстрее запускается. Время обучения сейчас, здесь масштабов часов, масштабов, может, 50 часов на самом деле. Здесь, наверное, важный момент, это количество показанных вершин, то есть сколько вершин посмотрел граф. И вот для модели 3M, по-моему, здесь он посмотрел на 6 миллиардов вершин. За все время обучения он увидел 6 на 10 девятых вершин. То есть примерно одну миллионную от всего кубика. И примерно столько же вершин увидела вторая наша модель. Это весом 4 миллиона параметра, в количестве 4 миллиона параметра. Собственно, здесь... Если там в кубике 10 в 20-е, 10 в 19-е, то... 10 в 19, да. То это 1 миллиардная. А, да-да-да, 1 миллиардная кубика, да. Спасибо. Вот, еще лучше. Да, 10 в 10-е, примерно 10 в 19-е в трене у нас использовался. Опять же, это, кстати, тоже, замечу, не вещь, которую не совсем мы оптимизировали. То есть вот 3M моя модель, 4M модель Никиты. Спасибо ему. Скорее просто хотелось понять, вот при заданном потреблении памяти, при заданном B, какую лучшую длину мы можем получить. Здесь решалось... Время обучения, ты сказал, часы, да? Я вот услышал 5 часов. Да-да-да. Время обучения там, по штабу, часов. То есть... Ну, еще раз, да, потому что вот оптимизировали длину при заданном B. Я здесь в этой уравнении время обучения пока не фигурировал. Вот. Ну, в целом полезно, мне кажется, понимать масштабы. То есть вот для заданной модели, а вот что лучше мы можем получить. Про модель 4M хочу отдельно сказать, потому что она получена из модели на 14 миллионов. То есть взяли просто полностью архитектуру. Архитектура, кстати, статьи 19-го года, 21-го, DeepQ и AlphaQ, были примерно одинаковые. Вот. Мы взяли буквально эту же архитектуру. То есть там идет сначала два полноцвязных слоя, потом два или четыре слоя с Residual Connection. Опять же, открытый вопрос, насколько там Residual Connection прям нужен. Но взяли такую же. В целом удобно сравнивать. Обучили ее только на 4M все-таки 10 миллиардов, 10 десятых вершин увидела. А в оригинальных статьях 19-го, 19-го года, там примерно раз в 5 больше. То есть да, примерно раз в 5 больше использовалось для обучения. В 5 или в 10 примерно вершин. Вот. Так вот, взяли модель на 14 миллионов параметров, и потом после обучения просто ее запрунили. То есть взяли маленькие веса, их обнулили, вырезали, вот, и немножко еще дообучили. Ну, там суммарно, да, примерно 10 миллиардов получается. Вот. В грунте модель оказалась большим благом. И вот на такой модели, там, на 4 миллиона весов удалось, там, достигнены 21.1 при луче 2.18 и вот при луче 2.20 20.9. Вот. В целом, можно было бы на этом не ограничиваться и потестировать еще и на больших лучах просто научным интересам. Ну, сейчас вот такие данные результаты. Вот. Собственно, две мысли. Простые архитектуры работают. Красные работают, быстро учатся. Вот. И первая, вторая мысли, да, что прунинг – это некоторое благо. На текущем этапе… Сейчас, коллеги, вот это понятны цифры, тут числа, вот эти B-обозначения. Сергей, понятно, что такое B? B – что обозначает? Размер BIM. Это BIM-серкер. Да, размер луча. Да, это вот как раз размер луча. То есть мы берем вершину, у нее строим два восемнадцатых соседей. То есть это 262 тысячи соседей. Потом у них строим как бы соседей, но получаем еще больше. Но потом всегда выбираем по 262 тысячи. Вот. Ну да, у нас каждый раз память хранится 262 тысячи. А я правильно понимаю, чтобы достичь, значит, луч два восемнадцатый, нужно сделать пять шагов. По логоричности, но не 12. Ну, где-то так, да. Да, примерно так, да. Ну, типа, то есть каждый шаг примерно в десять раз возрастает. То есть пять шагов – это будет 100 тысяч, два восемнадцати, 262 тысячи, ну, плюс-минус, да. Пять-шесть, да. Так, типа того. Вот. Так, еще если есть вопросы. Так, Ольга Никитина, понятно, что здесь написано? Вот эта табличка, она ключевая для нас, наши ключевые показатели качества. Да, сразу было понятно. Кирилл сказал. Так, Дарья, Волкова, понятно? Ну, да, таблица вроде понятна. Окей, хорошо. Ладно. Тогда иду дальше. Здесь в блокноте я использую Qtm-метрику. Собственно, и в статье тоже на нее ориентировались. Она доступна на кегле в качестве датасета. Вот можно выбрать. Тут есть input. В качестве input есть... Сейчас. Где-то. Где-то есть. Да, вот DeepCube датасет. И там находится и сам датасет, и метрика. Вот. Ну, тоже, если там будете в эдит блокнота делать, то будет видеть. Ты имеешь в виду вот эти DeepCube-овские числа, сколько до данного расстояния, да? Ну, вот конкретно здесь это в плане просто набора генераторов. Набора генераторов и их обозначения. Чтобы некоторые генерифицированы использовать. Вот. Здесь еще я указываю, где находится обратный ход. То есть там к нелевому ходу, обратный в номере 6. И к этому ходу в номере 1. Вот. Клея функции посчитать соседей, возвращая всех соседей от вершины, определяя функцию фиширования. Которая просто считает скалярное произведение вершины с случайными числами. Это я подумал, можно увеличить. Но и сейчас коллизии в целом не мешают наркоте алгоритму. То есть, да, это не идеальный хэш. Коллизии могут случаться, но крайне редкими. На этих лучах их практически нет. Вот. Так. Что важно? Наверное, важный нюанс, который я хотел отметить. В тестировании я делаю тысячу случайных шагов. То есть, здесь есть два режима. Тестировать на 20 диптюба и на просто случайных вершин. Вот. Если вы будете делать именно тысячу случайных шагов, то вы получите некорректную метрику, потому что очень важна отчетность. Вот. И у вас, сделав тысячу случайных шагов, все решения у вас будут вратный бум. 2, 4, 8. Вот. Поэтому здесь у части вершин делается дополнительный шаг. То есть, у меня получается, что я генерирую случайный сет. Я делаю тысячу или тысячу. Один шаг случайным. Да, будете что-то списать. Будьте с этим аккуратны. Иначе получите другие метрики. Извини, пожалуйста. Я не понял последнюю мысль. Ну, если делать просто... То есть, допустим, я хочу взять не тысячу кубиков, а там 10 тысяч кубиков, например, потестировать, вот как работает моя модель. Я могу взять, да, сделать тысячу случайных ходов от собранного состояния. То есть, начать от собранного состояния. Потом тысячу раз делать случайный ход. Вот. И я вроде как получу случайное состояние. То есть, там, перемешивание точно уже случилось. Вот. И потом посмотреть, за сколько я их собираю. Вот. Я говорю, что если так сделать по этому алгоритму, то числа получатся не вот такие, а другие. Потому что у... Таким образом полученное состояние не будет не совсем случайное, а это будет именно состояние, в котором четность 2. То есть, любое решение из этих состояний будет кратным 2. Для меня. Поэтому важно сделать еще для части состояний случайный шаг. Вот. Стало ли понятнее? Нет, я не понял. Мне казалось, проблема в том, что некоторые состояния могут повторяться, если совершенно случайно набирать. И это надо избежать, чтобы не было... Нет, нет, нет. То, что... Ну, у нас состояние 10.19. И... Если взять из них тысячу, вероятность повторения маленькая. Вот. Я говорю, что... Просто... Вот на этом этапе полученное состояние у них у всех длина решения будет кратно 2. То есть, это на самом деле мы таким образом сэмплируем не состояние из всего кубика, а из половины кубика. То есть, можно весь кубик разделить на два типа вершин. На вершины четные и нечетные. Я понял. Из одного из первого типа решение будет четная длина, а из второго всегда нечетная длина. Понял. То есть, нужно... Да, да, я понял. Спасибо. Понятно. Если сделать вот так, то есть, таким образом полученный тест, они будут давать те же цифры, вот что в табличке наверху. Здесь просто функция, которая по батчам считает предикт модели. Вот. Еще, кстати, забавный момент. Нам в целом можно выиграть немного времени работы программы. Полтора, наверное. Если сказать, что можешь примерно перемножать матрицы, то есть дефолтное значение Precision и Heist, вот, здесь можно сказать просто, ну, хай, то есть, когда перемножаешь свои float 32 матрицы, можешь там оптимизировать, вот нам не так принципиально. На качество заметного влияния это никакого не оказало, а вот по времени гораздо быстрее получается. Ну, гораздо, ну, раза в полтора, по-моему, быстрее получается. В целом, может быть, еще, на самом деле, есть куда расти, то есть, там, пойти в какой-нибудь, там, float 16, вообще, или в таком духе. Но это одна строчка, дающая хороший прирост по времени. Соответственно, здесь просто еще можно считать, то есть, вот эти функции, получить соседей, оставить уникальные, посчитать хэш, они будут быстрее выполняться на видеокарте. Вот, можно все вычисления полностью отправить на видеокарту. Единственное, тогда, ну, важно понимать, что стоит быть аккуратным с видеопамятью, потому что, там, хранить миллион вершин на видеопамяти, тем более, там, для 12 миллионов считать предикт-модели может быть затратным, возможно, не поместиться. Поэтому в качестве девайса можно выбрать GPU или GPU в блокноте. Вот, модель всегда будет стараться считаться на GPU, а вот вся остальная часть, ходь к соседей, хэши, уникальное состояние и так далее, вот, можно выбрать. На GPU, опять-таки, быстрее, ну, быстрее получается. Вот, теперь основная часть, даем пьюмсерч. Здесь жадный шаг, по бейли мы делаем, то есть, вот то, что мы вначале обсуждали, у нас есть набор состояний, у нас есть некоторый размер руча, и мы хотим сделать один шаг с нашим демьсерчем. Мы берем и делаем, получаем всех соседей в текущих состояниях. Тоже важный момент, то есть, несмотря на то, что руч у нас например B, на самом деле функцию, модель мы нашу вызываем каждый раз от 12 B-вершин, то есть, мы смотрим примерно на всех соседей, вот, и для всех соседей мы считаем это некоторый минус вэлии подхода, вот, но не мешающий при этом получать сотые результаты. Затем из всех соседей мы выкидываем повторяющихся. Это важно, потому что иначе, ну, нам, во-первых, нет никакого смысла хранить дубликаты. Во-вторых, если с самого начала так не делать, то необходимость будет гораздо хуже. У нас могут быть там какие-нибудь плохие вершины, еще что-то, вот, они начнут плодиться, заполнять весь луч. Мы этого не хотим, то есть, здесь для вэлии подхода такая вот литерация, то есть, выбросить повторяющиеся стены очень важно. тоже не забывайте про этот шаг, если будет, что-то писать. Дальше для всех соседей мы считаем предсказание дистанции нашей модели. Если что, обе модели здесь, которые есть, и вэлии и полиси, они вторым аргументом возвращают полиси. То есть, первым вэлию, я беру вэлию здесь, можно то же самое делать на полиси. Вот, так что, обе модели обучены сразу на два лоса. Важный момент, про полиси понятно ли, мне кажется, наверное, может быть, не очень стоит объяснить. Не очень, где здесь возвращаются полиси? Вот сама модель, сейчас открою. А все понимают, что такое полиси? Это предложенный шаг, который нужно сделать. В тем вэлии подхода, а полиси подхода. Фарид, ты понимаешь вэлии подход и полиси подход? Вот эту строчку давайте выделю. Мне кажется, я понимаю, да, но это кажется, потому что value это оценка дистанции текущей вершины. Вот у нас есть батч, 10 вершин, и вот здесь батч output value будет предсказание оценки дистанции, на которой находится эта вершина. Одно число будет для каждой вершины. Наша оценка диффузной дистанции, но некоторая монотонность диффузного дистанции от реального дистанции вроде как есть, собирается. Вот, а следующая штука, которая здесь возвращается, краски полиси, это для каждой вершины возвращается 12 чисел. 12 чисел, потому что здесь 12 генераторов, кубик 12 возможных действий, это распределение вероятностей, что это за распределение вероятностей? Это распределение вероятностей, если бы мы делали случайные шаги, то вот оказавшись в этом состоянии, откуда бы мы пришли? То есть с какой вероятностью мы из этой вершины пришли бы? Или с какой вероятностью мы бы из этой вершины пришли бы? Некоторые интуиции можно построить на том, что вот есть собранное состояние, есть его сосед. Вот делая случайные шаги собранного состояния, ты скорее всего в его соседа пойдешь прямым шагом, а вероятность делать случайные шаги, начиная с собранного состояния, попасть в соседа не из-за ноль, а из-за другого, она гораздо меньше. Так получается, идя в сторону наибольших вероятностей, самый вероятный путь, самый короткий между вершинами, можно тоже добираться до цели, подробнее можно почитать в статье как раз AlphaCube, которую сегодня упоминали, 21-го года, как раз с которой сравниваемся, они как раз такой подход и использовали. Можно тут вопрос был тоже про Value Policy, может быть я попробую другими словами пояснить, то есть можно себе мыслить аналогию про шахматы например, и в шахматах или в игре Go есть две штуки, оценка позиции, а второе это какой ход надо делать, вот одно это Value, это оценка позиции, это для текущей позиции одно число, а второе это Policy, то есть куда ходить, сейчас это понятно, Сергей, понятно? А вот это Policy, это то же самое, что в Барреле под Policy понимается? Да, да, это прямо терминология, то есть у тебя бывает уравнение Беллмана на Policy, бывает уравнение на Value, да, согласен, Policy это куда ходить, как бы, то есть у тебя из одной точки предсказываются вероятности для всех ходов, но Policy это я знаю, это распределение на действия при данном состоянии, вот статья 21-го года, вот мне кажется хорошая картинка, то есть вот есть целевая вершина, из нее запускаем случайное блуждание, вот мы, например, оказались вот здесь, вот оказаться в этой вершине делая случайное блуждание, начиная с гол, или в ноль мы ее обозначаем еще по собранному состоянию, она самая большая будет вот отсюда, и там гораздо меньше будет отсюда и отсюда. И затем, когда мы в некоторой стартовой вершине из разобранного состояния начнем наш путь, мы пойдем в ту сторону, откуда, скорее всего, пришли, делая случайные шаги. И вот то, что мы локально, то есть здесь, например, шесть соседей, шесть генераторов, то есть здесь было бы полисе шесть чисел, то есть мы локально для каждого из шести шагов оцениваем, а вот откуда мы пришли, может быть мы отсюда пришли, может быть отсюда пришли. По сути, это попытка обратить последний шаг, если бы мы делали случайные шаги. Лучше, хуже, еще больше запутал. Да не, по-моему, все очень понятно. Хорошо. Или это ты сказал, что все понятно? Не, не, это я, это Михаил сказал. Так, Ольга Никитина понятно? Дмитрий, вот Дмитрий спрашивал, value policy понятно стало или нет? Полисе вроде бы да, с вылью не до конца. Ну, физически, так сказать, смысл такой, это оценка позиции. С вейли не до конца или с полиси не до конца? В полисе понятно набор вероятности, это самая простая набор. А с value пока не очень. Понятно, что одним числом просто. С value да, то есть у нас, какая есть, прокомментирую еще раз, то есть мы начали отсюда случайное блуждание из goal и, например, оказались здесь в среднем там за 1.2 шага. То есть мы могли за 2 шага оказаться, могли за 1, чаще всего за 1. Вот мы этой вершине приписываем число 1.2. вот здесь мы оказались в среднем за 2.3 шага. Вот мы этой вершине приписываем 2.3. И вот это диффузное расстояние примерно, насколько делая случайные шаги, мы в среднем до этой вершины доходим. вот. Отлично, Оно, еще я мысль, что оно монотонно, не знаю, для всех ли графов, но для кубиков крайне мере так получается, что оно монотонно зависит от реального дистанса. Мы этим пользуемся. это монотонность может ломаться в самом конце для редких вершин, которые на расстоянии 26 находятся, но нам это не так принципиально. Ну, по-простому все равно, value это такая оценка расстояния до цели. Value меньше, где ближе к цели. Value больше, мы дальше от цели. И мы все время двигаемся по градиенту value. А полисер другое. Оно как бы предсказывает нам, куда пойти. Там налево, направо, ферзем, ладьей, как бы, да, другое по смыслу. Вот, так что, да, в общем, если что, если будет звание, можно. добавлю жадный шаг по полиси, например, по совмещению полиси и value тоже. Никита, было несколько вариантов. В целом, у нас пока по value получается находить, ну, короче, находить решение. Не знаю, специфика ли это в целом метода или наше обучение. А вот вы говорили вначале, типа, этот DeepCube чего-то сделали используя один из двух. Я не помню, value или полиси. Да, DeepCube value, а AlphaCube и AlphaCube в полиси. А, AlphaCube полиси. Окей. А вы делаете то и другое, да? Мы делаем и то и другое, но в целом достаточно value. Чем отличие от DeepCube? DeepCube буквально по Беллману, то есть, вот DeepCube learning делал, то есть, он говорил, что, хорошо, вот у нас есть целевая вершина, я сделаю из нее один шаг, вот могу разметить эти вершины циферкой 1. Могу из них сделать еще один шаг, размечу вот эти вершины циферкой 2. Но, если такую разметку делать, то есть, что мы говорим? Мы говорим, что дистанция текущей вершины текущей вершины это минимум по соседям плюс 1. Уравнение Беллману для кубиков, мы можем так сформулировать. Но, чтобы таким образом размечать кубик, нужно или хранить все вершины, что для больших графов не опция, либо научить модельку помнить эту функцию. То есть, получается, у нас есть там некоторые текущие уровни разметки, которые там для набора вершин запомнили их дистанцию. Ну, запомнил, научился считать, как-то оценивать. И затем следующий шаг к разметке мы размечаем еще более далекие вершины. Мы говорим, что дистанция на них это минимум по соседям. Например, плюс бесконечности инвенциализировали все. Или там, ну, знаем, что эта штука правильно оценивается. Вот у нас тогда то, что делает DeepQ с 2019 года говорит, что хорошо, у нас модель умеет дистанцию выплевывать, следующий шаг итерации обучим ее выплевывать правильно дистанцию для вершин еще подальше. Следующий шаг там научим ее выплевывать дистанцию для вершин, которые еще подальше. И так получается, они обучили модель сказывать дистанцию, сформировали новый набор вершин, которые еще подальше находятся. Вот для них там очень все представлено. То есть это опирается на то, что предсказание дистанции на расстоянии 10, оно будет опираться на все предыдущие. У них почему-то туго это работает, то есть оно долго учится, требует больше вершин, большую аккуратность в плане обучения, может иногда расходиться, в целом гип-кью-лернинг умеет иногда расходиться, недостаточно аккуратно это делать. Штука такая душная, тяжелая. Вроде как предсказывать количество случайных шагов гораздо более устойчивый вариант. Но это и видно по цифрам, которые мы получаем на среднюю длину. Мы берем меньше вершин, меньше моделей, у нас меньше средняя длина. Кирилл, а можно вопрос по поводу полиси? Дело в том, что я как раз занимался полиси-подходом, потому что он был реализован в ноутбуке трансформеров, написанном одним японским товарищем. Собственно, я хотел спросить, если ты вообще пробовал с полиси обучать, не помнишь ли ты метрики, хотя бы примерно accuracy, какой порядок там был? Потому что у меня больше, чем 0.2, что бы я ни делал. А, сейчас помню, да, сейчас я могу даже это сказать. Я считал величину. Вообще, метрика, скорее, какая-нибудь кросснотропия. Там, понятно, она зависит от дистанции. Да. Вот. Но сейчас, как мне это сделать лучше? А давайте я беседу просто пришлю. Вот. Я в Caligraphs прислал то здесь нарисованное. Это как раз таки accuracy. У меня нет сейчас средних значений, но это вот я беру вершину, которая находится на расстоянии там K. То есть я получил вершину, сделав 10 случайных шагов, например. И вот для вершин, которые я получил, сделав 10 случайных шагов, в среднем accuracy у меня по восстановлению будет 0.6. Вот. Ну да, что-то похожее. Но вот нас как раз таки интересует то, что от 10 до 30, потому что от 20 до 30 уже совсем плохая accuracy. То есть он получается. В диапазоне, допустим, больше 20, скорее всего, ну то есть там видно, что оно выходит на random guest, там 1-12. Вот. У тебя просто смешивают совершенно, то есть ты, как сказать, можешь оказаться где угодно, как угодно. Поэтому в целом ожидать хорошего accuracy, то есть, ну, после там 25 шагов смысла нет никакого. Потому что мы в эту вершину, делая случайные шаги, могли попасть откуда угодно. Там нет правильного ответа. И здесь тоже, на самом деле, это падение именно accuracy, оно связано не столько с тем, что модель хуже предсказывает. Это тоже может быть, но это другое. Сколько с тем, что, ну, действительно, вершину на расстоянии 10 можно было попасть из разных мест. Мы часто в нее попадаем, там, не из самого вероятного. Самая вероятная, например, 0.7, там 0.6, а остальные, там, 0.4 еще кто-то скидается. Да. Поэтому accuracy будет падать. Это, ну, нормальное поведение. Так и должно быть. Как определить ухудшение accuracy из-за того, что модель плохо это определяет? Я не думал особо. Наверное, можно смотреть, прям пробовать какие-то истинные распределения. Ну, это… Так. Я воводельный диалог какой-то. Вот. То есть, действительно, я вот сейчас понял то, что вот с policy получается подходом, если мы заходим на большие шаги, то у нас, по сути, без шансов сделать что-то нормальное. Нет. Сделать что-то нормальное можно, просто с точки зрения accuracy на это не нужно смотреть, потому что у тебя правильных ответов много. То есть, ты мог в эту вершину попасть там как отсюда, так и отсюда. Но много вариантов. В целом, там, они все будут приводить к нужным путям. То есть, здесь тоже важный момент. Мы, когда по policy идем, мы, на самом деле, будем считать кумулятивной вероятности. То есть, мы будем считать, допустим, там, вот мы здесь оказались, вот, а потом здесь оказались. И мы будем сравнивать, допустим, произведение вот этих двух синих стрелочек и, например, там, произведение зеленый и синий. То есть, вот сравнивая вот эти две вершины, там, думая, какую из них оставить в луче, мы будем смотреть не просто на последнюю пэшку, а на произведение всех пэшек. Вот. И, на самом деле, эта кумулятивность, она важна. То есть, без нее, да, тоже работает, но чуть подлиннее. И последняя картинка как раз таки про то, что кумулятивные вероятности, они вот гарантируют минимальный путь. То есть, вот, да, чем короче путь, тем более вероятно, что он случайно возникнет. Потому что у нас вероятность, там, условно, на единицы, на m в степени m, где m количество генераторов у нас 12, m количество, длина пути. Да, я просто, ну, как ты думаешь, правильно ли я понимаю то, что если вот мы сделали вот там 100 закруток, да, и пытаемся предсказать, если мы вот реально попали в какой-то вот этот стейт, который находится там в 27 шагах от собранного кубика, то нам придется от 27 до, там, не знаю, до 15 или до 10, чуть ли не, ну, в каком-то смысле не рэндом блоками идти, потому что наша модель на этих моментах будет... Мне кажется, нет. Потому что, то есть, да, у тебя распределение вероятности становится более гладким. То есть у тебя, ну, и здесь тоже видно, что вот эта стрелочка, она больше отличается от остальных, чем вот эта стрелочка. Вот. Но, и это тоже частично, может быть, кстати, объясняет, почему на этом подходе нужен луч. Потому что для меня, на самом деле, тоже немножко загадка, что делая примерно, ну, делая немного разные вещи, там, DeepCube, AlphaCube, наш подход, мы получаем примерно, там, одинаково, не тяжело сказать, но вот, получаем некоторые длины. Мне не очевидно, например, почему нам нужны такие большие лучи. Вот. Но здесь действительно, в целом, наличием какого-то размера луча кумулятивность выигрывает. Ну, а действительно, да, чем мы дальше, тем тяжелее понять, откуда пришли. Поэтому, тем более, если там размер этих стрелочек немножко шумит, да, ты прав, что чем дальше, тем нам важнее не выкидывать вершины. Тем меньше мы уверены, что вот вышли на некоторую истину. Согласен с тобой. А можно, пока мы вот от policy и value далеко не ушли? А я правильно понимаю, что на самом деле policy в value пересчитывается через softmax, через отрицательный, например, value через softmax? Или это не так? Сейчас я раз. Ну, вот смотри, ну, правильно ли я понимаю, что policy из value можно пересчитать? А, да, да, да. Если у нас value есть, то мы берем просто отрицательную value, берем softmax и мы получаем policy, правильно? Да, да. И мы можем так на самом деле, то есть, и то, что говорил, вот объединять два подхода value и policy, действительно брать два набора вероятностей. Есть вероятности, полученные softmax из value, есть вероятности из policy. Вот. И, например, произвести. Но интересный момент, что нельзя получить наоборот, из policy нельзя получить value. Это да, это понятно. Да, это понятно. Там можно только получить что больше, что меньше. А нам-то и не нужно сам value, нам нужно получить что больше, что меньше. На самом деле, Саш, тоже, кстати, такой любопытный момент, сейчас подумал, можем посмотреть на энтропию policy, потому что чем мы ближе к V0, вот здесь видно, то есть эта стрелочка, она больше, чем остальные, тем энтропия policy будет меньше. Чем мы дальше от V0, тем она будет больше, вот. Интересно. Поэтому можно... Ну да, в какой степени попробовать пересчитать еще через энтропию policy. А, прикольно. Мы можем посмотреть на энтропию, как некоторую функцию от дистанции, от K. Для Владислава, вот один комментарий. Вот смотри, ты говорил про расстояние 26 там, да? Вот смотри, если ты стоишь на 26, это крайнее расстояние. То есть любой ход тебя проведет на расстояние 25. Поэтому тебе вообще даже не нужно думать о том, что там предсказывать. Потому что как не ходи, будет хорошо. Да, я понимаю, на первые соседи хорошо. А дальше, смотри, там ты стоишь на расстоянии 25. Там на самом деле примерно только один ход плохой. Только один ход тебя поведет на расстояние 26. А все 11, они тебя проведут на расстояние 24. И там дальше так это как бы уменьшается до 20 или 21. То есть даже если ты случайно пойдешь random walk'ом, никакой модели не использовать, ты вот все равно придешь на расстояние 20-21. То есть тебе, ну, то, что модель там не сильно хорошо работает после 21, это не критично. Основная проблема, она в том, что если ты стоишь на расстоянии 18 и сделаешь случайный ход, ты обратно пойдешь на 21. То есть 20-21 это такая точка притяжения. Вот если ты будешь случайно ходить, ты будешь сваливаться туда отовсюду. И как бы издалека, из 26, но и изблизи. Издалека нам хорошо, а вот изблизи это нам плохо. То есть это такая потенциальная ямка. С 20-21 это как бы такой минимум потенциальный. Да. Ну я скинул, кстати, еще вот тоже. То есть в 20-ти Deep Cube на какой реальной дистанции находятся вершины в беседу, в Telegraph. Там, да, большинство вершин, они находятся на расстоянии 20-21. Так вот сэмплируя случайно состояние кубика, мы получим истинную дистанцию эту. 20-21. Вот. Так, еще вопросы? Нет, спасибо. Да, есть. Остался вот еще один про Павылью крайний. Вот есть ближайшая вершина, например, в среднем мы приходим за 1,2 к ней, в следующем он, например, за 2,3 шага. Вот. Откуда эти значения верутся? Это их обученная нейронка генерирует или каким-то другим образом? Сейчас тоже пришлю в беседу. Вот прям, наверное, определение такое. Что мы делаем, по сути? Мы берем вершину, вот, граф Келли прислал, мы берем, тут тоже, она от многого зависит. То есть наша диффузная дистанция, которую мы предсказываем, она от многого зависит. Мы сейчас там для этих двух моделей делали, условно, там, не знаю, для получения децета десятью тысячами случайными блуждающими, К шагов для К от 1 до 26. По итогу сформировался некоторый децет. И мы это делаем много раз, в итоге это все усредняется. Но для каждой вершины есть некоторая вероятность попасть в нее, сделав К случайных шагов. Вот. И то диффузное расстояние, которое выучивает наша модель, это и есть, по сути, такое вот усреднение по этим вероятностям. То есть, там, допустим, вот сейчас, вот на этой картинке мы могли попасть вот в эту вершину, сделав шаг B, или сначала сделав шаг A, а потом сделав шаг C. И у нас там будет очень много раз, когда мы попали в нее, сделав шаг B, и у нас там для нее будет записана метка 1, и пара случаев, когда будет записана метка 2. И там еще меньше метка 3, ну вот, то есть какое-то там распределение будет. И в среднем моделька выучи, да, вот в среднем вершину, то, что я тебе сказал, там, да, 1.1, что я не знаю, да. Вот. Про это ли был вопрос, ответил ли? Ну, да, то есть это значение, которое запомнила уже сеть, которая модель. Да. Обычная модель уже выставляет вот... Так, это модель запомнила, или у нас есть это, или у нас статистика на это есть? Это именно результат работы модели, правильно? Да, это value, это результат работы модели. И здесь статистика, то есть, например, там, словно, если мы берем какую-нибудь далекую вершину, то в далекую вершину мы там, скорее всего, за один, за одну эпоху, за один, там, десет много раз не попадаем. Скорее всего, там, больше одного раза не попадаем. Вот, вот, но за, там, много эпох, может быть, побольше, или там она выглядит как похоже, вот. И, да, статистика набирается в процессе обучения модели. Там мы, там, 10 миллиардов вершин досмотрим, набирается статистика. Так, хорошо, если так, еще вопросы, еще одну функцию, на самом деле, хотел прокомментировать, вот, и в целом, там, с блокнотом закончили. Потому что жадный шаг, да, здесь заканчивается. Да, мы делаем arcsort, мы оставляем B вершин. Вот. То есть, в целом, в этих, там, четырех строчках есть весь гимсерч. Дальше, для удобства, сохраняем, ну, само собой вершину, которую получили. Сохраняем предикт на них, сохраняем шаги, которыми они были получены. Нам это нужно, чтобы решение потом получать. И сохраняем, вот тут важный момент, в конце эта функция выдает в предыдущем луче, кто их родитель. То есть, вот я получил, там, луч следующего поколения, есть луч следующего поколения. Вот здесь я сохраняю для луча следующего поколения, для каждого из них, номер их родителя в луче предыдущего поколения. Понятно ли, так, в целом? А вот вопрос есть. У каждого стоит, получается, как в полисе, есть несколько вероятностей. И вы сказали, что вероятностей 12. Да. И получается, длина луча и количество вероятностей, это должно соответствовать друг другу, и они никак не связаны? Нет, никак не связаны. Здесь количество вероятностей, это что? Это количество соседей, количество генераторов в нашем кубике. Вот. В целом, мы живем на масштабах лучей, которые сильно больше, чем количество соседей. Вот, потому что, то есть, длина луча больше определяется количеством ложных локальных минимумов, количеством там ошибок. Вот. То есть, луч позволяет нам в рамках нашей неидеальной какой-то метрики, неидеальной оценки, все-таки все еще в рамках жадного подхода добираться до решения. И получается, вероятностей у стейта столько же, сколько и соседей у него. А, окей. Это буквально в полисе вероятность, что мы, делая случайные шаги, пришли в эту точку из этого соседа. Здесь шесть соседей, вот здесь будет шесть вероятностей. Вот. Так, про жадный шаг, есть ли еще вопросы? Я не знаю, типа, в тему это будет сейчас или нет, но вот что в этом ноутбуке, вот, и что в других разных, которые я видел, там либо нету вообще этого get unique states, либо оно есть, но вот они просто вот удаляют уникальные стейты, да. Но я так понимаю, то, что остается рандомно как-то, ну, типа один из стейтов, вот. Что значит рандомно? С какими-то случайными таргетами, то есть с длиной и мувом. Вот. Но я же так, ну, насколько я понимаю, мы же хотим как можно быстрее собирать кубик. Мне казалось нелогичнее ли удалять дубликаты таким образом, чтобы оставался тот, у которого минимальная длина. Ну, предикт на них будет одинаковый. Вот. То есть, пока у нас нет коммунитивности, по-моему, мы работаем с value, у одной и той же вершины будет один и тот же предикт. И здесь, вот, да, здесь важная мысль, наверное, что мы могли в эту вершину попасть, там, сделав пять шагов или сделав пятнадцать шагов. Да, это важный момент. И это что-то, что можно еще до улучшить, конечно. А, хорошо. Нет, я просто думал, что я, может, чего-то не понимаю. То есть, уже этого нету. То есть, все, когда модель обучилась, она для одной вершины выдает один предикт. То есть, если там было пять и пятнадцать, она, скорее всего, выдаст среднее. Нет, нет, тут важный момент сейчас. Не про это речь. Тут про то, что, условно, у нас может быть, если бы вот у нас был некоторый алгоритм. Сейчас объясню, почему здесь, кстати, на самом деле это не революционно, но... И мы там в одну... Вот у нас есть набор вершин, и мы в одну вершину, там, храним для нее ее, там, родителей, вот, храним все вершины. И мы, у нас есть две одинаковые вершины, но мы пришли в нее разными путями. Вот. Но просто есть важный момент. На жадном шаге у нас все вершины находятся на одном количестве. То есть, мы сделали пять шагов, и здесь мы выбираем среди всех вершин, которые находятся на расстоянии пять от нашего начала. Поэтому у них у всех, на самом деле, путь до них одинаковый. Ну, да. До них все одинаково. То есть, тут, я даже не понимаю, что могло бы быть разное. Если бы мы делали что-то больше в сторону A-Star, то там уже была бы, ну, да, другая история. Вот. Но это и не A-Star, это жадные шаги. Ну, окей. Ну, ладно. У меня просто вопрос был, исходя из того, что я вот понимал, то, что вот у каждой вершины, там, может быть, пять, пять и двадцать, там, не знаю, шесть и шестнадцать, вот какие-то, ну, вот такие вот разные расстояния. Я понимаю, что если пять и десять, то там семь и пять – хорошо, но если пять и двадцать, то уже средняя, ну, сильная. Нет, здесь у всех вершин будет и одно и то же расстояние до них, и предик до них один и то же. Здесь, да. Я просто объяснял, почему я вопрос задал, я не понимал. Да. Спасибо. Так, еще. Нет, спасибо, хорошо. Все, тогда перехожу к Get-Solution. Ну, вот, соответственно, последняя функция, она возвращает сам путь. То есть я что делаю? Я начинаю из данного состояния, делаю жадный шаг. Так, и затем в дерево я записываю, какие ходы я сделал, и откуда я, ну, можно было бы что-то одно записывать, не, удобно, и с тем, и с тем работать. И откуда я пришел. То есть вот я оказался вот в этой вершине, и с предыдущего луча, вот этим шагом. Вот. Здесь хранится две этих величины. Проверяем, достигли ли вы ноль. Вот, достигли хорошо, нет, идем дальше. У нас есть обрубка, то есть мы там больше 100 шагов, я здесь не пробую делать. Но решение находится почти всегда, поэтому оно особо не проверяется. Вот. И затем я в дереве нахожу, где находится в ноль. То есть вот я сделал какое-то количество шагов. В последнем луче у меня там оказалось в ноль. Вот я нахожу, где оно находится. И дальше прохожусь по дереву, каждый раз посмотрю, то есть вот, ага, у него родитель был вот тут, у него вот тут, у него вот тут. Я восстанавливаю набор индексов, то есть набор положений в луче, фаз хранит в себе, то есть набор положений в луче, правильных вершин. И также восстанавливаю набор ходов, которые, ну, последний ходов, которыми были получены эти вершины. Вот. Собственно, все. Здесь есть еще функция apply moves, чтобы проверить, чтобы вершина правда дошла. Generate path, который генерирует именно там по набору ходов, набор вершин. И можно проверить. Вот для... Можно выбрать модель 3M или 4M. Выбрать тип данных. DeepCube-овский датасет или чайный датасет. И вот для одной вершины, например, мы запустили процесс поиска, нашли за 22 шага, и вот там пример состояния, как они выглядят. Мы начали с какого-то разобранного, ходим, 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 попали в некоторое собранное. А что это за картинка? Я не понимаю. То есть, как тут состояние ходировано? А, path, то есть, одно состояние – это набор чисел цветов. 50 цветов, да? Да, то есть, здесь одна строчка – это одно состояние. Первая строчка – это состояние, с которого мы начали. Да, я что-то по горизонтали, да? То есть, вот это, как бы, состояние, ты развернул, как бы, это вектор 54 чисел, да? Да, да, да. А, вот он что. Я что-то смотрел. Так, я понял. А кто понял, что это за картинка? Сергей, ты понял, что это за картинка? Ну, это, видимо, состояние кубика с течением времени. Вот в конце оно полностью...